Привет! Это краткая инструкция к авито доставке. Посмотрите ее, если собираетесь первый раз делать покупку с авито доставкой. Первое. Авито доставка является одним из самых удобных, надежных и недорогих способов доставки на сегодняшний день. По сути, авито скопировал с оглядкой на наши реалии крайне успешную службу защиты с сайта Алиэкспресс. Удачность идеи подтверждается статистика использования данного способа покупки. Всплеск числа покупок авито доставкой наблюдается еще в связи с наложением на Россию санкций. Резким ростом цен и падением реальных доходов россиян. Второе. Почему же это удобно? Вы делаете заказ прямо в понравившемся вам объявлении, почти как в интернет-магазине. Перед покупкой можно даже не уточнять наличие товара, ведь большинство адекватных продавцов сразу же снимают товар с продажи, когда он продан. При этом адекватность продавца смотрите в его рейтинге. Третье. Почему это надежно? Потому что вы не отдаете деньги напрямую продавцу. Деньги продавцу перечислит сам авито уже после успешного окончания продажи, когда покупатель получил товар и не заявил о наличии проблем с ним. Если же с товаром есть любые проблемы, покупатель просто отказывается от его получения. Товар возвращает продавцу, а покупатель возвращает его деньги. Авито, продавец и транспортная компания сами разберутся с проблемным товаром. Четвертое. Почему это недорого? Для физических лиц отправка посылок, особенно объемных или тяжелых, это вполне себе затратная процедура. Все так и норовят обидеть физическое лицо и содрать с него побольше денег. Авито же договорилась от своего лица с рядом почтовых и транспортных компаний о выгодных расценках и сделала эти расценки доступными продавцам физическим лицам. Поэтому сложно найти альтернативу выгодности авито-доставки. Так, обычно авито-доставка обходит до 247 рублей. Несколько часто встречающихся вопросов, а как именно совершается покупка? Вы просто проверяете, что выбранный вами товар не находится в резерве и нажимаете прямо в объявлении на кнопку «Купить с доставкой». Далее вы выбираете удобную вам транспортную компанию, Почта России, Боксбери, Пикпоинт, Курьерская доставка. Сразу же выбираете точку для получения на карте и безопасно оплачиваете заказ, переведя деньги авито. Продавцу остается отправить заказ транспортной компании, доставить его в выбранную вами точку, а вам получить ваш заказ, сразу проверить его и не возвращать его обратно. После этого сделка автоматически считается совершенной, товар доставлен в целости и авито осуществляет выплату денег продавцу. А если товар у продавца не окажется в наличии? Существует негласное правило у продавцов сразу же снимать товар с продажи, если он закончился. Если он закончился, то продавец либо отменит заказ и вам сразу вернутся ваши деньги, или подсуетится и добудет за сведенное ему время на отправку еще одну единицу товара и отправит ее вам. Какие существуют ограничения у авито доставки? Существует ограничение по максимальной стоимости посылки, это либо 30, либо 50 тысяч рублей дороже не примут. Существует ограничение по весу, обычно это либо 15, либо 25 килограмм максимумами. Также есть ограничения по габаритам посылки, это у нас 120 на 80 на 50 сантиметров. Причем это ограничения не авито, а компании, которые занимаются доставкой. Возможно ли мошенничество с авито доставкой? Обмануть покупателя, наверное, будет проблематично. Ну разве что покупатель примет посылку и не станет ее сразу проверять, что однозначно требует правила авито доставки. Тогда, например, продавец может вам вместо десятка планшетов отправить кирпич. Но тут, наверное, вы сами будете виноваты, если вы сразу же не проверили содержимое коробки. Обмануть продавца также иногда пытаются. Для этого в момент проверки посылки в ПВЗ пытаются подменить пришедшее содержимое чем-то аналогичным, но, например, сломанным. Заявляют при этом в ПВЗ, что товар не устроил, не понравился, что хотят его вернуть. И подменный сломанный товар отправляется обратно продавцу. После чего продавец, авито и транспортная компания будут долго решать, кто виноват. Но тут некоторой страховкой выступает еще и сотрудник ПВЗ, который следит за тем, как проверяется товар. Ну, друзья, на этом, наверное, все. Видео не будем затягивать. Если у вас остались любые вопросы, задавайте или ищите. Сразу готовые ответы на них в комментариях под видео. Если видео вам помогло, не забываем нажать спасибо под видео, поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы первым увидеть новые видео на канале. Всем желаю приятных и безопасных покупок. Всем удачи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok